Алло, ребята, как меня слышно? Видно? Сергей Анатольевич, наверное, чуть-чуть. А, ну отлично. Я запустил опросник. Прошу, пожалуйста, проголосуйте, сколько раз, то есть, который раз вы уже на вебинаре, для того, чтобы нам видеть, сколько новеньких людей вы пригласили. Хрипит, отлично. Так, сейчас, секундочку. А сейчас? Потише. Сейчас, как слышно? О, привет. Что-то выбросило у меня прямо перед самым моментом из кабинета. Отлично. Так, хорошо, Сергей Анатольевич, вам слово, а я пойду за наушниками. Когда мы будем вдвоем, то микрофон отключается, хорошо? Так, друзья, приветствую всех. Что-то прям вошел в кабинет и в самый крайний момент, уже когда включаться, что-то подвисло у меня. Так, как видно, как слышно? Так, отлично. Отлично. Так, опросник уже поставил. Ну, сегодня, как вы понимаете, у нас среда, 13 часов, поэтому традиционный для этого времени технико-экономический вебинар по программе Skyway. Единственное небольшое изменение сегодня, как вы кадровые, наверное, уже заметили, что вместо временно отсутствующего Алексея Суходоева, вот, он сейчас отпросился у нас на неделю перед большими важными событиями отдохнуть, вот, он сейчас где-то на Карибском побережье греется. Вот, соответственно, мы сегодня проводить вебинар будем вдвоем с Армандом, вот, это кто знает, и все, наверное, его видели, это наш активнейший сегодня директор, партнер, вот. Вот, я бы сказал, что я познакомился с ним одновременно с Алексеем Суходоевым, то есть на первой нашей конференции, которую проводили в марте прошлого года, и он приехал просто как обычный интересующийся проектом молодой человек, вот, из Лондона, он сам латыш, родился и жил в Латвии, потом переехал и довольно-таки интересно занимался бизнесом в Лондоне, вот, и потом подключился к нашему проекту, стал сначала активным инвестором, потом менеджером, потом директором группы компаний, сейчас он возглавляет лондонскую компанию, именно представителя Skyway Invest Group, это Global Transnet UK, вот, и, соответственно, сейчас он дальше, тоже, когда будет его часть выступления, вот, он как раз расскажет о своем видении, и он активно сейчас работает по продвижению нескольких адресных проектов, связанных, как раз это интересно именно как практика, как человек, который ведет переговоры и по построению партнерской сети, и по построению с крупными инвесторами, и сейчас он готовится к переговору с мэром Лондона, Борисом Джонсом, соответственно, я думаю, что это всегда будет интересно, но от себя могу сказать, что, когда я вот общаюсь с такими молодыми, талантливыми ребятами, кто пришел в наш проект, вот, как вы уже видели, мы постоянно вместе видим Леша Суходоев, вот, Арман, Руслан Багиров, Катерина Гурина Александровна, который есть, ну, очень многие, вот, кто сейчас работает, я могу сказать, что с такой командой мы сделаем очень много, и те цели и задачи, которые мы сейчас перед собой с вами абсолютно реализуемы, и как раз один из залогов успеха, что за этот год сформировалось, и люди подходят, и подходят новые и новые талантливые ребята, которые включаются в проект, и я могу сказать, что одна из заслуг и одна из серьезнейших таких условий, которые дала проект Skyway, и лично Анатолий Даршиницкий, что стали собираться и раскрываться вот такие талантливые ребята, и я могу сказать, что очень многие люди, которые до этого не видели своей перспективы, не видели, скажем так, возможности для серьезного крупного бизнеса, сейчас открываются просто колоссальные горизонты, и я могу сказать, мы сейчас обсуждаем уже, наверное, не десяток, а уже около трех десятков адресных проектов, где люди предлагают, делают, активно включаются, где есть уже поддержка и администрации всевозможных городов, мэрий там и так далее, и у Леши, вот я говорю, он сейчас вернется, у него большое турне готовится и к мэру Парижа, и к мэру Амстердама, потому что у нас есть очень серьезный партнер, который является вице-президентом ассоциации Метро, это ассоциация крупных европейских городов, и как раз они активнейшим образом сейчас подключаются к этой работе, и второй вопрос, вот сейчас тоже благодаря именно нашей работе фонда Skyway Invest Group, именно структуре, которую выстроил и запустил Леша Сухадоев, сейчас вот в данный момент в Минске работает большая, ну как серьезная делегация из Южной Австралии во главе с Робертом Хуком, это бывший министр, директор департамента транспорта Южной Австралии, сегодня он уже и акционер, и партнер, и он приехал с большим пакетом предложений по конкретным проектам уже в Австралии, по месторождениям, по пассажирским трассам, и я могу сказать, вот вчера общались с Виктором Бабуриным, он сказал, что настрой и работа очень серьезные, и это обязательно даст очень серьезный результат, то есть вот это уже синергия, это уже направление, которое сегодня идет по совместному, то что мы делаем. Так, все, опросники я тогда убираю, значит у нас, ну как всегда у нас 5-8 человек, 115 проголосовавших, 99% естественно у нас, те кто ходят, это так и должно быть, потому что этот вебинар все-таки не для новичков, я сразу говорю, кто первый раз пришел, смотрите презентации на наших встречах, которые идут по понедельникам, по вторникам, то есть есть целый ряд именно презентационных, вот обращайтесь к тем, кто вас пригласил, получайте информацию, вот, а мы ведем все-таки технико-экономические вебинары для тех, кто уже в проекте, и которым надо постоянно новой информацией, новой аналитикой, взгляд на то, что делается через Skyway. Поэтому сегодня я хочу затронуть очень две такие важные темы, которые за эту неделю у нас прошли именно через призму, через, скажем так, наше окно Skyway, и соответственно взглянуть на те вещи, которые сейчас происходит с нашей точки зрения, и, соответственно, прокомментировать, и чтобы мы с вами свое имели представление о том, что сейчас, друзья, происходит, и, соответственно, видеть. Значит, естественно, что мы наши встречи, наши вебинары начинаем сейчас с очень важного для нас события, это начало строительства, вот, это очень важный момент, мы постоянно это повторяли, повторяем и будем повторять, что наши друзья, мы собрались все для того, и мы организовали и компанию Skyway, и, собственно, саму компанию Rail Skyway, и вообще весь проект запущен для того, чтобы реализовать технологию, чтобы построить ее в поле, чтобы продемонстрировать, выйти на заказы на конкретные проекты. И я могу сказать, друзья, что нашему проекту вот скоро будет уже 20 месяцев, то есть в октябре будет юбилейный форум, соответственно, где компания отчитается, и Анатолий Дуарович со своей командой, и инвестгрупп, соответственно, о той работе, которую проделаны. Но я могу сказать сразу сейчас, друзья, нам есть что показать за этот год. Вот сделана, заложена первая опора, заливаются фундаменты. Мы 17-го числа октября, как раз перед форумом, будем опять всем директорским составом в Минске, будет закладка нулевого километра, начало строительства опоры, и мы как раз уже на форуме покажем и видеоотчеты, и фотоотчеты о том, как начинается монтаж уже непосредственно первой опоры. Это, друзья, крайне важное событие. Опять же, почему я на это говорю несколько эмоционально, и почему для меня это очень важно. Потому что представьте, друзья, я полтора года вел вебинары, конференции, говорил, мы подходим, мы будем делать, мы собираем деньги для того, чтобы это реализовать. И представляете, сколько было скептиса, сколько обвинений в том, что мы изображаем конструкторское бюро, а на самом деле нет у нас никаких 150 конструкторов, что мы не заказываем никакие опоры, а деньги расходятся там абсолютно бесконтрольно. А сейчас нас обвиняют в том, что мы наняли трех таджиков, хотя в Беларуси это невозможно, которые изображают работу. Это, друзья, будет всегда. Но сегодня, когда опоры уже изготовлены, когда они доставляются, начинается монтаж, и сегодня каждую неделю, каждый месяц мы будем видеть. Друзья, для этих скептиков я лишний раз говорю, ребят, а вам теперь не стыдно, или вы теперь не хотите пересмотреть свою точку зрения. Ну, большинство, конечно, ни о чем не говорят, но с другой стороны, друзья, я могу сказать, что очень много, скажем, довольно-таки большая когорта людей, которые шли инвесторами год назад, там полтора года назад на первой стадии, просто под красивую идею, под красивые глаза, под красивые слова, под обещания. Сегодня, когда видят, что конструкторское бюро работает, о том, что площадки выделены, о том, что стройка идет, и все идет по тому графику и по тем работам, которые есть, то сегодня эти люди уже входят, уже более серьезными инвесторами и предлагают, и начинают участвовать более серьезно в проекте. И это естественно, друзья, и дальше это будет только по нарастающей, потому что единственный отчет, который мы можем дать, это реальная работа. И вот эти полтора года, это был сложнейший период, друзья, если кто-то этого не понимает, или вы сами много сталкиваетесь с непониманием, о том, что вас считают, что вы вступили в какой-то проект непонятно о чем, о том, что вы занимаетесь какой-то там несерьезной работой. То представляете, мне как будет сотни встреч в месяц, которые проводят вебинары, конференции и так далее, сколько я за это время выслушал, посмотрел и все. И сейчас, друзья, когда это реализуется, я могу сказать, что это крайне важная вещь. А с учетом того, что мы сейчас имеем заявки на десятки и десятки уже адресных проектов, о том, что сегодня рассматриваются проекты уже в Южной Австралии, рассматриваются проекты у нас в северных территориях уже на уровне губернаторов, на уровне серьезных программ, то это, друзья, уже совсем другой подход. Это то, что касается нашей сегодняшней ситуации, то, что касается нашей работы. Еще раз скажу, что 22-23-го у нас будет форум юбилейный, 24-го будет перерыв, он такая техническая работа, где мы будем работать по группам, по директорским составам, по определенным направлениям. 25-го будет большая именно научно-практическая конференция с участием Анатолия Ивановича Юницкого, ведущих конструкторов Виктора Бабурина как юридического консультанта и отвечающего за юридическую часть работы компании. То есть это как раз будет большая работа, которая, мы больше скажем, не подведение итогов, потому что они очевидны, мы это все покажем, а это больше задача на будущее, цели и задачи, которые мы должны ставить, и цели и задачи, которые мы будем реализовать. Потому что следующий годовой форум отчетный уже будет после демонстрации, после испытаний, потому что основные демонстрации, испытания пройдут до юбилейного форума, он будет также в конце октября уже 2016 года. Ну вот, друзья, теперь о том, что я хотел бы сегодня с вами обсудить или сказать свое представление о тех нескольких событиях, которые произошли сегодня в экономической и политической жизни страны, и которые, естественно, надо уже на все это смотреть через нашу точку зрения Skyway, через Transnet, через то видение, которое мы сегодня реализуем. Естественно, что для тех, кто находится в Сибири и Дальнем Востоке, особенно вот у нас есть друзья с Хабаровска, вот я смотрю, с Комсомольска, с Владивостока, естественно, что для всех экономический, Дальневосточный экономический форум, это был большой вехой, был большим таким ожиданием какого-то прорыва о том, что будет заявлено что-то очень важное, о том, что будет определена стратегия развития Дальнего Востока. Там приехал на этот форум и президент Путин и премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев, наш великий экономист и великий деятель инноваций. Соответственно, приехали основные олигархи, приехали основные люди, которые отвечают за экономическую и за корпоративную жизнь. И вот, друзья, прошла уже почти неделя после этого форума, продекларировали о заключении каких-то баснословных контрактов, о том, о каком-то экономическом прорыве. И вот я сейчас просматриваю все аналитические материалы, кроме надувания щек и каких-то пышных слов, пытаюсь понять хоть какую-то сущность того, что там было предложено, и каким образом люди из Дальневосточного региона должны ощутить на себе, что их жизнь может поменяться. Вот. И я вот могу задать вопрос, что... Так. Походи среди... Так. Ну да, здесь какая-то переписка идет между собой. Давайте я отвлекаться на нее не буду. Вы в чате общайтесь. Это очень важно. А я все-таки буду свою мысль с вами... Так вот, друзья, я даже не буду задавать сейчас вопрос, что кто с Дальнего Востока, и там плюсы-минусы удовлетворены или не удовлетворены итогами форума. Потому что здесь есть пиаровская составляющая, где очень много распиарили. Но фактически, так же, как и после Питерского экономического форума, единственным серьезным результатом, который есть, это заключение очередного контракта с китайцами о строительстве очередной ветки газопол на 50 миллиардов кубов, который опять по непонятным ценам, по непонятным срокам, по непонятным условиям, нам этих условий никто не раскрывает, нам просто продекларировано о том, что очередной контракт и очередной ветка эта пойдет в Китай на то, чтобы продавать наш газ и, соответственно, становиться теперь уже придатком ресурсным у Китая, а не у Запада, с которым сейчас идет жесткая конфронтация. Так вот, друзья, опять же, с точки зрения экономики, с точки зрения анализа, хотелось увидеть и хотелось понять, а что предлагается, а что по конкретным вопросам. То есть, да, продекларировано, что дальневосточный порт Владивостока и еще ряд портов станет свободными экономическими зонами, въезжать-выезжать можно свободно. С точки зрения выезда за границу, да, может быть, для всех жителей Дальневостока, это очень важный момент. Второй момент – это о том, что можно развиваться, не платить налоги и так далее, но это опять все преференции, в основном для китайского бизнеса, который будет входить, развиваться и делать. И третий момент – это вот то, что мы все ждали, и то, что обещано было сделать к форуму, но опять это только прошло в декларативной форме, о том, что гектар земли, который обещали, он будет по тому принципу запущен, и еще раз продекларированы те составляющие закона, которые мы все ждем и которые мы ожидаем в конце следующей недели будет из правительства внесен в Государственную Думу для принятия. Вот. Этот закон доработан. Доработан он с точки зрения той логики, которую мы от него и ждали, то есть когда можно будет в электронном виде подать заявку, на карте выбрать, соответственно, участок, за вами он будет закреплен сначала на пять лет, потом вы можете с помощью этого гектара участвовать в какой-либо экономической программе. Это для нас крайне важно, потому что мы сейчас и заявляемся, и показываем именно как экономическая программа. И, соответственно, при реализации этого проекта он сначала переводится в долгосрочную аренду, а потом в собственность. Ну вот, друзья, как бы... А, еще вот сегодня пришло сообщение, вот я как раз только что смотрел на сайте Министерства по Дальнему Востоку, они объявили о том, что они создают еще два федеральных агентства по развитию Дальнего Востока, причем одно агентство направлено на развитие человеческого капитала, то есть фактически это миграция и у нас привлечение новых работников. И второе – это привлечение инвестиций на стимулирование экспорта. Ну, то есть это фактически, опять же, продажа ресурсов на каких-то условиях под привлечение инвестиций. Ну, я могу сказать, что для такого помпы, для такого заявления и того, что ждали, но я, честно говоря, не то, что не удовлетворен, а я бы хотел видеть все-таки какие-то практические вопросы, практические дела, которые там сделаны, которые продекларированы и которые намечены по конкретным срокам и результатам. В большинстве случаев и то, что сейчас видно, это, конечно, не соответствует тем ожиданиям и тем более вызовам времени. Вызовы времени заключаются в том, что мы находимся в крайне сложной сегодня экономической и политической ситуации, конфронтации с другой частью света, не с Востоком, где были, а с Западом, с нашими западными бывшими партнерами. Сегодня мы видим ужесточение санкций, сегодня мы видим давление цены на нефть, то есть, соответственно, на Россию давят низкими ценами для того, чтобы... Вот. Сегодня мы видим уже неспособность корпораций и бюджета сводить дыры и затыкать дыры, которые возникают. Минфин сегодня объявляет о том, что он уже не планирует трехлетний бюджет, а начинает планировать только однолетний бюджет. И, соответственно, сегодня уже Минфин вышел с инициативой, чтобы расходы бюджета оторвать от цены на нефть. То есть, фактически, это привязать уже к инфляционным возможностям, которые есть у бюджета. То есть, это говорит о том, что мы входим и шаг за шагом идем в очень сложную экономическую и политическую ситуацию, которая там складывается и вовне, и внутри, потому что сегодня становится очевидным, что та система управления, которая была построена на высоких ценах на нефть, на вот этой нефтяной зависимости, вот этого нефтяного кайфа, когда там выгул воткнули, и кайфуют под 100 долларов за баррель нефти, и, соответственно, когда она сейчас там уже колеблется вокруг 40, и уже грозится упасть ниже 40, соответственно, оказывается, что люди и эти структуры не способны выполнить те задачи, которые на них возлагают. Поэтому, как вывод и основной итог Дальневосточного форума, я могу сказать, что у меня была такая маленькая, что все-таки этот закон там презентуют, и он будет принят и запущен, все-таки, ну, скажем так, работа по этому закону пойдет все-таки до форума, но сейчас нам продекларировали, что, наоборот, форум дал толчок к работе над этим законом. Я сейчас очень сильно надеюсь, что к нашему юбилейному форуму, то есть к 25 октября, его все-таки примут, хоть в первом чтении, вот для того, чтобы мы порадовались на нашем форуме о том, что мы двигаемся. Это большое подспорье нашей работы, а для нас, опять же, почему очень важно, друзья, это в том, что этот закон, он может наполнен быть, и он начнет работать только с помощью системы Транснанта. И сегодня все больше и больше это понимание приходит, и все больше и больше сегодня сторонников у этой идеи есть. Поэтому, как только этот закон заработает, мы, соответственно, дадим трассировку, мы через наши личные кабинеты будем оформлять заявки, и, соответственно, тот, кто хочет участвовать, значит, он будет получать землю в тех местах, в которых будет проходить трасса. Соответственно, это будет самая интересная земля, которая будет на Евразийском континенте, поэтому участвовать в этом проекте через наш проект, я считаю, будет крайне интересно и крайне выгодно. И, соответственно, кто сегодня это понимает, кто владеет этой информацией, и кто, соответственно, будет работать в этом направлении, тот имеет шансы очень серьёзно получить и закрепить за собой землю, которая будет крайне востребована и которая будет крайне капитализирована при реализации проекта. Ну вот, друзья, это фактически все итоги. По созданию агентств я сейчас ничего не могу сказать, потому что они созданы распоряжением Медведева. Это опять в очередной раз инфраструктурные проекты, то есть когда мы создаём опять что-то, чтобы это что-то потом нечто сделало. То есть это без определённых целей и задач, это без конкретных решений и самое главное без алгоритма и без стратегии, куда двигаться и что дальше делать. То есть это абсолютно сиюминутное решение, которое фактически показывает только то, что что-то делается, при этом какой результат из этого будет, потом посмотрим. То есть понимаете какие слова? Что-то потом делается без конкретных результатов, без конкретных цифр, без конкретных целей и задач. Потому что без планирования, без стратегического определения целей и задач, куда двигаться, этого сделать невозможно. Это не может двигаться ни корпорация, ни государство, ни любое общество, которое есть. А так как отсутствует полное понимание, куда, что и с какими целями и задачами, мы получаем то, что получаем. Соответственно, второй документ и второй момент, который я бы хотел сегодня прокомментировать и сделать, это сейчас стратегию, которую разрабатывает Академик Глазев. Он 15 сентября делает большой доклад на Совете Безопасности. Сейчас, когда Арман будет выступать, я в это время сброшу вам основные положения этого документа. Ну, кому интересно именно то, что сегодня делает стратегию развития Глазев и именно экономический блок Академии наук, я могу сказать, что очень интересный, любопытный документ. Он направлен именно на позиционирование, что сегодня будем делать в условиях санкции, в условиях выхода. Но, опять же, чтобы не вдаваясь в определенный, кому будет интересно, тот его почитает. А для всех остальных, просто с точки зрения именно экспертной оценки, именно нашей экспертной Skyway оценки, я в этом документе увидел несколько таких очень жестких постановок, которые сегодня говорят о том, что мы и правительство, и президент, так как Глазев, советник президента, готовимся к очень непростым временам, и которые могут завести очень и очень далеко по своим последствиям. Первое. Там по этому документу предполагается дать право компаниям и корпорациям, которые заняли денег на Западе и которые участвуют в санкциях против России, не отдавать эти деньги. Но, фактически, сегодня все долги России, они находятся у частных компаний и корпораций, которые занялись сегодня в основном под добычу нефти, газа, полезных ископаемых. И, соответственно, сегодня этот документ предполагает освободить эти компании от уплаты долгов. Соответственно, это автоматический дефолт всей экономики, это автоматическое усиление внешних санкций и арест всего имущества Российской Федерации за рубежом. Это, я так понимаю, все посылы идут из того, что мы готовимся к полной изоляции от внешнего мира. Второй момент, который предполагает Глазев, это полная своя денежно-кредитная политика, то есть эмиссия денег в том объеме, который она сегодня необходима для запуска и для развития производства. При том, как это красиво звучит, фактически это разрыв между реальной экономикой, которая сегодня есть, и теми потребностями в деньгах, которые у кого-то могут возникнуть. Поэтому при той уровне воровства и при том уровне коррупции, который сегодня есть, это фактически сегодня отдать деньги спекулянтам, которые будут их спокойно выводить и делать. То есть по-другому этого не может. Соответственно, под красивым предлогом, который сегодня есть, это фактически экономическая изоляция России, Российской Федерации в той ситуации, как она сегодня есть. На данный момент может быть другого выхода и быть не может, но нас сегодня, как великой страны, которая является частью мировой экономической системы, сказать, что сегодня изоляция или полное исключение из экономического мирового оборота, что это цель, и это может сегодня что-либо сделать, я бы, наверное, так однозначно не одержал. И третий момент интересный, который Сергей Юрьевич Глазев ввел в этом документе, это создание народных предприятий. Те предприятия новых бизнесов, которые как минимум на 10% принадлежат работникам и принадлежат народу. Это интереснейшее, конечно, предложение, с учетом, что мы двигаемся в логике потребительского общества, что у нас сегодня народный проект, который финансируется за счет краудинвестинговой системы, то здесь мы можем сказать, что, друзья, мы это не декларируем, мы уже делаем. И много сейчас, то, с чем мы сталкиваемся, что пустой болтовни, которая сегодня делается, я бы свое мнение могу сказать, что на 90% этот документ, который сегодня представил как академик Сергей Юрьевич Глазев, как советник президента, это пустая декларация, пустая болтовня. И у него больше политическая такая мысль, чтобы напугать каких-то людей о том, что мы можем пойти вот по такому пути, чтобы рассмотреть альтернативный вариант санкций. Другого варианта и другого у этого документа я сегодня не вижу. Но логика народных предприятий, логика народного финансирования, логика народного управления, она, конечно, заложена там очень интересно. И это как раз то, что закладывал в свое время академик Львов еще в советские времена, потом развивал Сергей Юрьевич Глазев. Это как раз в той конве, и то, что мы сегодня с вами делаем, это народный проект, народное финансирование, это краудинвестинг для того, чтобы каждый, кто верит и входит в проект, чтобы он потом имел свою долю от той прибыли, которой будут создавать эти высокоэффективные предприятия нового технологического уклада. Здесь мы абсолютно совпадаем с Сергеем Юрьевичем Глазевым за исключением одного маленького нюанса. Мы это не декларируем, мы это делаем. Мы ни у кого не просим, мы не пытаемся сделать на уровне указов президента или указов для распоряжения правительства, мы это, друзья, берем и делаем. И к чему, соответственно, сейчас и призываем. И второй момент, который Сергей Юрьевич Глазев этим документом предполагает и делает, это создание двух агентств. Опять же, видите, они все что-нибудь создают, и каждый что-то хочет делать под себя. Соответственно, одно агентство, которое называется, стратегического планирования, это как раз Глазев начинает произносить те слова, которые мы тоже всегда здесь произносим, что без стратегии, без планирования, без постановки цели развиваться дальше возможно. Соответственно, агентство стратегического планирования, естественно, его возглавить хочет Сергей Юрьевич Глазев, для того, чтобы определить цели и задачи. И второе, тоже со схожим названием, но оно уже координации стратегического развития, оно уже не при президенте, а при правительстве, для того, чтобы объединять все усилия на решение стратегических задач. Поэтому, с точки зрения декларации и постановки задач, абсолютно правильный подход, потому что, как мы постоянно говорим, где нет целей, задачи и определения ориентиров, куда двигаться, то двигаться невозможно, потому что иначе слепой ведет слепого. А для того, чтобы определить цели и задачи, надо понимать стратегию. И здесь я как раз, друзья, свою точку зрения могу сказать, что так как с Сергеем Юрьевичем Глазевым я общался очень много, и мы продолжаем общаться очень много на всевозможных форумах, конференциях, и просто научных дискуссиях, вот. Так как он не принимает концепцию Транснета и Скайвея, он не понимает, что такое развитие и освоение новых территорий за счет новой транспортной технологии, и он не принимает то, что Транснет – это основа шестого технологического уклада, и только через развитие Транснета будет развитие территории и так далее, я могу сказать, что они опять занимаются пустой работой. То есть они декларируют все правильные вещи, декларируют все правильные подходы. Вы знаете, как в той поговорке «Вместе с водой ребенка выплеснули». То есть исходить из того, что они не видят стратегическое развитие технологии Транснет, они не видят основной концептуальное значение струнных технологий, и мы с Глазиевым очень много об этом говорили. Он не может сегодня переступить через себя и сказать, что Транснет – это стратегически важная технология. Он постоянно твердит одно и то же – нанотехнологии, то есть Чубайс должен спасти Россию. Он твердит о том, что биоинженерия, соответственно, это то, что сегодня занимается Институт Ковальчука. Соответственно, в этом плане я на них смотрю и не до конца понимаю, кроме того, что они опять десятки и десятки миллиардов долларов будут тратить на очень сомнительные технологии, на очень непонятные инновации, которые сегодня результата непонятно когда дадут. И в этом плане, когда начинаешь обсуждать и предлагать абсолютно конкретные шаги по освоению Тамторского месторождения, Попегайского месторождения, по строительству высокоскоростных, очень дешевых дорог и, соответственно, создания новых предприятий, которые будут по эффективности и по капиталоемкости превышать «Газпром». Соответственно, это все не имеет второй стороны собеседника. И я могу сказать, что, к сожалению, я к этой инициативе тоже опять отношусь с большим скепсисом, потому что опять это идет декларация, так же, как Медведев в свое время создавал Сколково, то есть когда надо будет создать что-нибудь, дать условия, и там что-нибудь вырастет. Так вот, друзья, я могу... Так, тогда скажите, Глазев враг или дурак? Ну, тут, Данилов, нет, Данилов, я могу сказать, что Сергей Юрьевич Глазев и не враг, и не дурак. Вот, он советник президента, он чиновник, он академик Российской Академии Наук, он академик Международной Академии Наук. И все, что мы сегодня делаем с точки зрения экономической теории, мы берем на его базе. Он создал мощнейшую экономическую школу, которую мы сегодня используем. Но, когда надо двигаться дальше и нести ответственность за эту работу, когда надо действительно давать прогнозы и давать направление, куда двигаться вообще целой экономике, целой стране, вот здесь вот он начинает говорить абсолютно банальные вещи, он начинает говорить абсолютно пустые вещи и начинает предлагать нереализуемые сценарии, то есть он понимает, что это сегодня реализуемо быть не может, поэтому это, тут пишет он хитрец, но я бы назвал, что он чиновник. Он уже тот, кто находится, хотя чиновник мне не нравится, чиновник это от слова чин, а чин это от слова служить. Соответственно, он уже тот, кто находится при должности и, соответственно, он эту должность не хочет потерять. И самое главное, он завязан на определенные деньги, которые за последние 10 лет, а в намной биотехнологии потрачены десятки и десятки миллиардов долларов, соответственно, уже от этой системы он отойти не может. Так вот, друзья, исходя из этого, мы сейчас дальше как будем двигаться, и для нас это тоже абсолютный очевидный как бы путь, что мы сейчас будем смотреть, что будет предлагать агентство стратегического планирования, стратегических инициатив, они будут выдавать свои документы, мы их будем анализировать, и, соответственно, мы будем предлагать свое. А у нас, друзья, вся программа сводится фактически к одному очень простому утверждению, и мы сейчас, если раньше мы его говорили как лозунг, потом мы его говорили как уже наш бренд, потом мы начали его говорить уже как призыв к действию, а сегодня это единственно возможный вариант, который сегодня, это строй Skyway, спасай Россию. То есть сегодня без инновационной технологии транспорта, без создания транспортной инфраструктуры второго уровня, без создания именно быстрого, дешевого, скоростного принципа перемещения, без энергетических затрат высоких, сегодня двигаться и развиваться такая страна, как Россия, которая занимает седьмую часть суши, невозможно. Поэтому на сегодняшний момент мне очень, к сожалению, приходится констатировать, что люди, которые готовы и по должности, и по своему положению, и по своему профессиональному статусу должны решать эти вопросы, они, к сожалению, находятся не на своем месте. Вот поэтому будем двигаться, будем делать. И здесь как раз, друзья, у нас с вами есть уникальная возможность. Мы никому не должны ничего объяснять и рассказывать из пены урта, говорить, что мы правы. У нас с вами есть уникальная возможность доказывать то, что мы правы делом. То есть мы создали инвестпроводящую систему, мы создали обучающий проект, который доводит информацию, привлекает, соответственно, людей, которые хотят участвовать в этом проекте, которые готовы рисковать своими деньгами, своим временем, своей репутацией, чтобы поддержать этот проект. И мы их объединяем, и мы, друзья, двигаемся. Поэтому наша задача строить Skyway, и как мы дальше говорим, и как результат нашей работы, покажем путь и направление, как можно дальше спасать и Евразию, и Россию, и Дальний Восток, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. А эти сейчас, которые... Ведь понимаете, один дурак может задать столько вопросов, что сто мудрецов ответить на это не смогут. Поэтому сегодня любой шаг, который мы сегодня делаем, нам пытаются доказать, что мы делаем не то, что мы делаем неправильно, и что мы занимаемся полной ерундой. Поэтому единственное, что нам сегодня, друзья, надо делать, не обращая ни на кого внимания, это строить, строить, строить полигон, строить технологию, и, соответственно, демонстрировать и показывать о том, о чем мы сегодня говорим. Что мы, друзья, как раз здесь и делаем. И как раз в этом плане наше самое хорошее сегодня взаимодействие с властями, это нам говорят, а когда вы пойдете туда, когда вы будете делать презентацию там президенту Путину, на что мы говорим, мы уже делали презентацию президенту Медведеву, ничему хорошему это не привело. Когда же кому-то что-либо доказывать, друзья, нам доказывать и объяснять надо инвесторам, которые хотят жить в другой стране, которые хотят реально видеть экономику, которые хотят видеть будущее для себя и для своих детей, вот кому нам надо обращаться. А это мы с вами. Это обычные люди, которые хотят жить не в той стране, которой нас сегодня подвели, а нас подвели к тому, что цена на нефть упала, и оказывается, все, экономику можно закрывать, мы, оказывается, больше делать ничего не можем. Нефти дорогой нет, в стране экономики нет. И сейчас все колебания, которые идут, как вы видите, они полностью там, нефть падает, доллар растет, нефть падает, нефть растет, доллар падает. Все очень здорово, так сказать, никакой, соответственно, экономики, никакой драться здесь быть не может. Соответственно, это большая беда, а я бы сказал, это как раз результат той деятельности, к которой мы сейчас подошли, и как раз за нее должны нести нас такие деятели, как премьер-министр, а до этого президент Медведев, там Аркаша Дворкович, который отвечает за железную дорогу для развития, еще очень много деятелей есть. Поэтому придет, наверное, время, когда можно сказать, что у вас было время, у вас были ресурсы, у вас были деньги, а почему мы сегодня находимся в той ситуации, когда абсолютно ничего не можем сделать. Так вот, может быть, сейчас мы начнем делать то, чтобы уйти от зависимости, уйти от этой нефтеэкономики, а прийти к тому, что мы создаем нормальную, модернизационную технологию, соответствующую третьему тысячелетию XXI века, шестому технологическому укладу. И мне есть здесь в этом плане, что задать Сергею Юрьевичу Глазеву. Мы с ним много вели технологических и экономических дебатов, особенно в начале 2000-х, когда и он, и я участвовали в политических дебатах. Так вот, я всегда навстречу с ним приходил с книжкой. У нас Сергей Юрьевич Глазев был один из самых молодых докторов Советского Союза по экономике. Он в 29 лет защитил докторскую диссертацию и в 1990-м году он представил книгу «Концепция развития экономики Советского Союза на 30 лет», то есть «Прогноз развития». Но от того, что через год Советский Союз перестал существовать, поэтому уже его прогноз не сбылся с точки зрения долгосрочного прогноза. А второе, он как писал диаграмму экономики, нефть, газ, металл, удобрения, машиностроение, энергетика и так далее, он вообще не описал один рынок, который называется IT, то есть электронные средства связи, то есть информационная технология. А на сегодняшний момент самый крупный рынок в мире, самый крупный. Но если его не сравнивать с рынком продовольствия, потому что рынок продовольствия он не оценивается сегодня в масштабах мировой экономики, потому что это потребность каждый день еды, и это определяется уровнем жизни, сколько и что человек ест, а не рынком продовольствия. Так вот, друзья, я всегда задавал вопрос, что Сергей Юрьевич, если вы даете прогноз, а не описываете самый крупный рынок, то может быть это ноль цена вашему прогнозу, на что он очень сильно обижался. На сегодняшний момент он опять выдает стратегические пути, опять дает развитие, но при этом не учитывает уже следующего технологического уклада, не интернета, а транснета, то я могу сказать, что похоже это уже диагноз, похоже это уже неспособность видеть ту технологию, которую будет определять в ближайшие 20-30 лет. Понимаете, то есть если в 90-м году он не увидел интернета, а то, что определило, как мы говорили, весь пятый технологический уклад наш младший брат, соответственно, то как может он без младшего брата увидеть старшего брата, увидеть транснета. Поэтому я очень подробно остановился на именно этой статье, я сейчас сброшу и эту статью, и анализ этой статьи, то есть посмотрите, опять же, для кого это интересно, друзья, я считаю, что с точки зрения и анализа, и подхода это очень важно, а для нас это основное надо понимать, что, друзья, то, что мы с вами делаем, без тех результатов, которые мы получаем и те, которые мы перед собой перед собой поставили, никакого другого движения, никакого другого развития просто быть не может. В противном случае, друзья, если тот сценарий, который нарисовал нам Академик Глазев, это полная изоляция, это выпуск своих опять деревянных рублей, это опять финансирование крупных корпораций за счет этих денег и, соответственно, полное опять, не то, что обнищание, я вам сказал, это полный крах той системы экономики сегодня, которая приходит, потому что внешний крах никто не отменял, противостояние никто не отменял и, соответственно, ту цель и задачи, которые сегодня стоят перед нашим временем, а здесь я могу сказать, что у нас, друзья, только один выход и один шаг, это стать реально сильной страной, сильной экономикой и реально ответить тому вызову, который у меня есть. Не на уровне двух и двух процентов мировой экономики, которая есть, а реально стать экономикой, которая будет как минимум четверть мировой экономики и все возможности, все реально предпосылки у нас для этого есть. Это если говорить макроэкономическим языком, а если говорить каждому из нас, мы должны запустить технологию шестого технологического уклада, Мы должны создать новые компании, новые бизнесы, которые выведут экономику и, в общем, всю нашу страну на новый уровень. А мы с вами, друзья, которые участвуют в этом процессе, которые инициируют этот процесс и которые, собственно, на плечах кого это, соответственно, развитие процесса и идет, мы с вами должны получить от этого очень существенные и преференции, и дивиденды, и прибыль. Потому что это, друзья, абсолютно заслуживание, потому что сегодня о проекте Skyway слышат миллионы, а приходит не так много людей, то есть 150, там вот сейчас 160 тысяч человек, которые вошли на небольшие инвестиции, это, друзья, с точки зрения того проекта, который есть, это очень незначительная часть. Соответственно, еще те инвестиции, которые нам надо сделать, они еще намного превосходят. Поэтому, друзья, ответственность на нас в связи со строительством увеличивается, и мы как раз сейчас, когда будем 17 октября на закладке нулевого километра, потом 25 октября на нашем форуме, мы, друзья, это будем показывать, рассказывать и призывать вас к тому, что, друзья, только вместе, только нашей совместной работой мы можем добиться те результаты, которые сегодня мы перед собой ставим. И в этом плане, опять же, мы сейчас, основной вывод, который я сейчас делаю, что те люди, которые по своей должности, то есть советник президента по экономическим вопросам, макроэкономическому прогнозированию, руководитель секции Академии наук, Академии Глазев, который по своей сути рассказывал и показывал о шестом технологическом укладе, о ядре уклада, о технологии, которые являются ядром и те, которые могут являться прорывными, и которые окна возможностей перед страной, это вся терминология, которая идет из его научной школы, так вот, друзья, как только доходит дело до конкретных вещей, где надо показать и рассказать об этой технологии, начинаются общие разговоры о нано-робототехнике, еще там во всех, то есть когда там пальцем в небо и говорит, что, ребята, небо должно быть синей, трава зеленая, а жить все должны хорошо. Это вот примерно та стратегия, которую сегодня они закладывают. Так вот, а мы сегодня противовес этого делаем четко понятную программу. Строй Skyway, спасай Россию. Что значит строй Skyway? Это значит конкретные километры, это значит конкретные месторождения, это значит конкретные бизнесы, это значит конкретные результаты. И никаких здесь утопий и иллюзий нет. Единственное, что нам сегодня говорят, а покажите эту дорогу, что то, на чем вы основываетесь, это реально существует. Здесь, друзья, мы поворачиваемся в Марину Горку и говорим, друзья, смотрите, да, пока фундамент, да, пока начало первой. Строительство месяц, два, три, стратегия пишется не на один год, а через год, друзья, мы уже с вами это продемонстрируем. Ну вот, друзья, значит, это та часть, которую я хотел вам довести, это очень важный вопрос, это анализ экономического форума на Дальнем Востоке, который показывает, что никакой стратегии нам сегодня показать не можно. И второе, что человек, который сегодня претендует на стратега, Сергей Юрьевич Глазик, предлагает пути, которые сегодня ведут только к полной изоляции и, соответственно, ведут к полному краху даже той сегодняшней экономики, которая сегодня есть. Не предлагая никаких механизмов для того, чтобы что-либо в этом плане изменить. Так, а сейчас я передам слово Арманду, как я уже говорил, это еще один очень талантливый, очень интересный директор по направлениям, который занимается адресными проектами, который включился в нашу работу на самом раннем ее этапе. И сегодня я могу сказать, что на таких бойцах, как он, как раз и держится весь Skyway, и как раз именно благодаря таким ребятам, как он, мы с вами реализуем то цели и задачи, которые мы ставим. Арман, тебе слово. Спасибо, Сергей Анатольевич, за прекрасные слова. На самом деле, действительно, так и было. Первый раз я на конференции в Москве, март 30-й 2014 года познакомился с этими людьми. И на тот момент вообще даже не думал о том, что буду сидеть и куда еще общаться непосредственно с такими людьми, как Сергей Анатольевич, Андрей Хавратов, Юницкий сам, Надежда Косарева. То есть, когда я это начинал, я просто понимал один момент, что этому суждено быть. И все зависит от нас, как мы сможем повлиять на ту или иную деятельность. Я немножко пока Сергей Анатольевич вещал, то есть, я записывал какие-то вопросы, какие-то я ответил по поводу, хотел бы сказать, по поводу адресного проекта, которым я занимаюсь. То есть, это именно компания на данный момент Global Transnet UK, то есть, эта компания заключила адресный проект с Анатолием Эдуардовичем Юницким, именно от Терка в Лондон и через Лондон дальше в Лиссабон. Но, как уже Сергей Анатольевич вам, скажем так, объявил, такая компания на сегодняшний день имеет очень много противоречий. То есть, не совсем нас с распростенными объятиями встречают те люди, которые находятся у кормушки. И, ну, постоянные вопросы, да, от чего вы, а как, да, грандиозный проект, вроде бы нам интересно, но многие, да, наверное, сталкивались с этим, то, что сейчас все это сделаю, да, нам ничего не достанется. Соответственно, здесь нужно понять один момент. Мы все являемся дольщиками именно той компании, в которой Юницкий нам дал свою долю. То есть, мы на сегодняшний день не брокеры, мы не купили эти акции. Мы на сегодняшний день, получается, что отдаем Анатолию Эдуардовичу какие-то финансы для того, чтобы он там, допустим, купил килограмм бетона, да, и вот за этот бетон он нам, как спасибо, дает акции. Соответственно, это вопрос на, то есть, это ответ на тот вопрос, да, каким образом наши акции капитализируются, как они выйдут на рынок. Очень нравится, как Сергей Анатольевич говорит, да, дай Бог дожить до этих проблем. Вот, и на что мы должны четко понимать, то, что вот эти акции, да, которые у нас есть с вами, то есть, они именно находятся в реестре у Анатолия Эдуардовича Юницкого. То есть, в его компании. То, что мы получаем долю, мы получаем сертификат на право владения этой долей. Потому что, если мы будем по-другому это делать, то мы, ребята, ну, никак не сможем доказать, что вот, ну, что у нас есть лицензия на продажу этих акций. Потому что, если мы берем у Анатолия Эдуардовича какие-то акции, их, как бы, перераспределяем между собой, а за это берем деньги, то, в принципе, на это должны быть у нас определенные лицензии. Соответственно, компания Global Transnet UK, то есть, сейчас ведется вся бумажная работа. Проект здесь все ужасно, наверное, так же, как у вас в России. Вот, но, что могу сказать, да, то, что этот проект есть интерес у простого народа. То есть, у простого народа, они даже, вот, представляете, они входят сегодня, инвестируют деньги в образовательную программу, которая на русском языке им непонятна. Почему? Потому что они верят в продукт. Вот это очень важно, очень важно понимать и доносить тем людям, да, которые у вас там за рубежом, то, что на сегодняшний день не надо смотреть на то, что мы продаем образовательный пакет, да. Образовательный пакет это для тех людей, которые, ну, сказать так, которые не понимают, да, что такое инвестиции, что такое акции и так далее. Соответственно, для них мы это, ну, как бы объясняем, рассказываем, но самое главное, что мы должны понимать, то, что мы с вами все в доле. И Юницкий, он несет ответственность, соответственно, Сергей, то есть, не Сергей Анатольевич, а Андрей Хавратов точно так же несет ответственность за то, чтобы у нас все эти акции были в реестре. Следующий момент по поводу того, то, что уже писали, это адресные проекты, да, то есть, наверное, последние 2-3 вебинара, которые я подключался и уже слушал про адресные проекты и концепцию эко-велокара, на самом деле, это, ребята, это никак не входит в конфликт с самой технологией, да, это именно точка входа на рынок для того, чтобы мы могли прийти и показать то, что, ребята, вот мы занимаемся вот таким вот классным эко-велокаром, тут мы присоединяем сразу к нам зеленых, да, то есть, это люди, которые за чистую природу и, соответственно, за здоровый образ жизни, потому что это еще и фитнес-карт, да, просто сделали небольшие подсчеты, и сейчас делается бизнес-кан именно по Лондону, то, что уже Сергей Анатольевич озвучил. И вот просто вдумайтесь в цифры, да, и представьте, насколько эффективно это может быть. Значит, если мы возьмем 3 метра Хайт-парка, да, то есть, это центральный парк Лондон, возможно, это не он будет, да, я просто брал цифры и примерные расчеты. То есть, если мы возьмем 7,5 километров периметр и 50 метров каждым вот этим вот эко-велокаром, да, будет расстояние. Соответственно, получается, что на вот этой вот трассе можно разместить 150 таких эко-велокаров. Если мы берем половину стоимости от лондонского глаза, то есть, Лондон-Ай, да, где люди за 45 минут платят примерно 24-28 фунтов, то мы взяли 10 фунтов за час, да, то есть, за час, что ты приехал, как турист, смотришь Лондон именно с высоты птичьего полета. Соответственно, примерно получается, что за час вот этих 150 карок минус 12 тысяч фунтов, да, в день это получается, то есть, 12 тысяч фунтов это получается за день. Соответственно, 360 тысяч фунтов получается в месяц и 4 миллиона получается в год, то есть, 4 миллиона 320, да, это только по минимальным взятам. Соответственно, если расходы наши запросы, да, то есть, уже КБ полмиллиона на километр, то есть, на 7,5 километров, нам примерно нужно 4 миллиона. Вы понимаете, что такой проект, в принципе, он интересен не только народу, да, как таковому, а народ, он инвестирует через Skyway Invest Group. То есть, они инвестируют и в коренную технологию, и еще вот в адресном проекте они получают долю. Соответственно, вот такой вот проект, который окупаемость имеет за год, то есть, 100% окупаемость в год. Ребята, таких проектов просто нету. Даже если мы возьмем и уменьшим 5 фунтов, а чтобы вы понимали, в Англии вообще минимальная зарплата это 6,70 фунтов в час. По-моему, 6,70 фунтов, может быть, сейчас уже подняли до 7, но больше 6,5 фунтов в час. То есть, вы представляете, каждый вот такой вот человек, который просто раздает какие-то буклетики, он на сегодняшний день сможет воспользоваться вот таким вот кавелокаром. И такие подсчеты, то есть, они четко нам показывают, что да, точка входа, она именно такая, и в принципе, ну, по-другому она быть не может. Но это никак не входит в конфликт с тем, что мы уже делаем. То, что строится, то, что строится эко-технопарки, да, и то, куда сейчас идут инвестиции, целевые инвестиции. Ребята, неважно. Если человек у вас приходит на целевые инвестиции, отлично. Если он приходит там на образование, отлично. Нам сегодня не принципиально, на что человек приходит и куда он вкладывает деньги. Нам очень важно эта реализация проекта. И только мы все вместе сможем объединить усилия, то есть, своими объединенными усилиями мы сможем реализовать этот проект. Поэтому давайте подключаться и не задавать вопросы там, как я говорю, да, о том, что когда я там получу, что я получу, где это будет прописано. Ребята, все у нас, все акции у нас находятся именно в коренной компании. И мы получаем акции коренной компании, мы входим в реестр коренной компании, а то, что мы находимся там в одном фонде, в другом фонде, это абсолютно не имеет никакой разницы. Так, есть, может быть, какие вопросы именно по Британии? Так, я тут смотрю, АИПы. Так, ну я смотрю, вопросов нету. В принципе... Арман, у меня есть вопрос к тебе. Я бы хотел, чтобы ты прокомментировал. Помнишь, мы когда ездили, ты рассказывал про акции лондонской подземки, где дали за счет одного дня работы деду. И потом это сам... Вот этот пример мне просто очень много задавали, писали вопросы, но я везде обещал, что Арман сам расскажет на эту тему. Вот, буквально, потому что это крайне интересная история, которая, ну, такая очень познавательная. Вот, и как ведут переговоры с мэром Арманом, тоже, так сказать, эту ситуацию. Прокомментируй. Хорошо, понял, да, спасибо. Значит, история была следующая. Очень много после первых, значит, занятий в Skyway Invest Group у Хавратова Андрея Федорович проходил именно обучение. И понял, что надо 10% своих финансов вкладывать именно в обучение. Таким образом, я попал на конференцию, это даже не конференция, это был тренинг, то есть семинар-тренинг, да, именно в Англии, когда приезжал такой человек, как Ник Войчич, может быть, вы слышали, там, Джей Ти Фокс и еще, да, там, ряд других людей. И на этой конференции, то есть я так потихонечку, потихонечку, пока никто не видел, не слышал, то есть пробрался именно на эти передние ряды, которые всегда VIP считаются, да. И вот, значит, на этих VIP-рядах, ну, во время брейка, то есть они постоянно делают так, что, ну, расскажите, там, чем занимаетесь, да, и так далее. И вот здесь очень классная техника 29-секундной презентации, которую потом вам расскажу. Я познакомился с одним человеком, который вроде бы, ну, то есть состоятельный, да, так, с виду. И я ему начал рассказывать о вот этой, о нашей технологии, да, то есть я говорю, вот, сейчас это венчурный проект, да, высокорисковый. И начал рассказывать, в принципе, все, как в академии учили. На что он мне такой говорит, да, я тебя абсолютно хорошо понимаю, вот у меня ситуация. И он рассказывает, значит, свою жизненную историю. Он говорит, вот у меня уже, ну, с поколения, когда его отец, да, ему передал акции, то есть, говорит, в моей семье уже никто не работает. А, ну, деду, наверное, было где-то за 60. И я у него говорю, о, как классно, а что вы делали? Он говорит, вот у меня прадед, который строил лондонское метро, то есть, он именно был тем, который строил. И вот эта вот стройка, когда шла, им платили 2 шиллинга в день. То есть, это еще были шиллинги. И за неделю, то есть, за неделю он должен был получать деньги, но что-то там получилось так, что ему не заплатили. Ему дали какие-то там акции. То есть, ему дали бумаги какие-то, которые на тот момент вообще не имели никакого смысла. И его отец эти бумаги нашел в груди, ну, таких, как это, newspapers. Читаете вы, газет, да, то есть, в груди газет, нашел вот эти бумаги. Он потом получал на эти бумаги дивиденды именно лондонского метро. То есть, это ТФЛ-компания, да, у которой, наоборот, там, по-моему, 60 миллиардов в год. То есть, по последним, да, 60 миллиардов в год. И эти люди, понимаете, они... Да, да, Лохмарева. Ну, там не было такого, что это в 1800-е годы, потому что было, по-моему, 150 лет. И буквально еще в прошлом году, вот именно метро, я не говорю про Стим. То есть, Стим, да, он строился, да, именно в 1862-й год. А лондонское метро буквально недавно праздновало 150-летие. И вот именно в этой компании, то есть, у него была доля от своего там прадеда полученного. Соответственно, когда я у него спросил, а что ты, ну, как бы делал? Да, у него акции. У него акции были именно вот такие же самые, как не имеющие права голоса, но они имели право на дивиденды. И когда он у него спросил, а что же вы делаете, то есть, у вас, как бы, все есть, да, что вы делаете, что делают наши дети? Он говорит, ну, допустим, вот у меня там сын, да, старший, там, сдает на этот самый, на права вертолета, да, ну, то есть, на пилота сдает. И, нет, не говорил, сколько, то есть, вообще, очень, он так, очень скользко рассказал эту историю. Просто к чему он рассказывал мне эту историю? Он говорил, я вижу, что у тебя глаза горят. Он говорит, я тебе желаю, чтобы эта, ну, вот эта искра, этот огонь, который у тебя есть, чтобы он не погас. Потому что то, что сейчас считается невостребованным, придет время, когда ты увидишь, как это приносит плоды. И по поводу мэра Лондона, ну, скажем так, на сегодняшний день есть человек, через которого можно к нему попасть. Он, в принципе, о нас уже знает, но пока не увидит бизнес-план и конкретно предложение. Хотя, возможно, что он это предложение даже выдаст за свое. Но, ну, как говорится, знаете, дай бог, дай бог, чтобы так. Потому что, если он даже выдаст это за свое, мы все равно будем от этого получать какую-то долю. А самое главное, то, что проект будет дальше двигаться. И все больше и больше и больше проектов будет именно таких вот внедряться. Не только в Ардли, но, я думаю, по всему миру однозначно. Потому что то, что предлагаем, вот этот концепт, который Леша Суходоев, Сергей Анатольевич, ну, скажем так, разработали, исходя и базируясь на опыте, на знании того, что сегодня есть и что сегодня востребовано, то вот этот концепт, он, в принципе, решает очень многие проблемы на стартовой стадии. А потом, получается, что уже внедрение струнного транспорта, оно как бы идет как продолжение начального вот этого вот транспорта ЭКОВЕЛОКАР. Так, ребята, так я вопросы тут читаю. Сколько, говорю, у него акций? Ну, вот он не говорил, сколько у него акций. Ребята такие, если я вот спрошу Саша Костенчук, да, Саша Костенчук, ты можешь, ты озвучишь, сколько у тебя акций? Так, ну, ребята, если у вас нет никаких вопросов, то, в принципе, я, наверное, передам слово Сергею Анатольевичу. Отлично, Арман, спасибо, спасибо. Вот, давай тогда. Ты либо микрофон тогда отключай, чтобы наложения не было, хорошо? О, отключил. Все, все. Ну, вот эта история, о которой Арман сейчас говорил, вот с тем, что он еще... Ну, мы когда в Челябинске были, когда я первый раз услышал эту историю, меня тоже зацепила интересная вещь, что так как это было в виде зарплаты, и семья потом еще почти неделю там была без денег и там в проголодь жили, то они после этого говорили, лучше бы они еще потом две недели пожили в проголодь, но акций было бы в два раза больше. Ну, это как такая, как шутка. То есть это говорит о том, что акции, которые вот так вот случайно пришли в семью, потом оказались, что это очень серьезный источник дохода для всей семьи. А для нас это важный и показательный пример, что когда на первой стадии, когда это еще не очевидно и не видно, что это такая капитализация, соответственно, приходит к таким результатам. То есть мы уже много раз говорили и про акции Apple, когда там один из друзей Джобса продал 10% за 800 долларов, которые сегодня там стоят там 70 миллиардов. То есть еще очень много таких примеров, он Форест Гамм, помните там фильм, когда, говорит, купил акции какой-то овощной компании, соответственно, Apple называется, ну и, соответственно, стал миллиардером. То есть это как раз примеры, когда идет капитализация на быстро растущем проекте, а это возможно только, когда, опять же, здесь вспоминаю Сергея Юрьевича Глазева, когда открывается окно возможностей. То есть когда спокойно развивающаяся экономика, когда все идет обычным инвестиционным методом, когда вы можете пойти на биржу, купить акции там Коспрома или акции Сбербанка, которые растут там на 3% в год, соответственно, получать от них какие-то дивиденды. То естественно, что ни о каких вот таких взрывных или чудесных образом вещах быть не может. Это может давать только научно-технический прогресс. Это может давать только резкий рост технологий. Это может только, когда открывается новое технологическое окно возможностей. И это идет только при смене технологических укладов. Поэтому мы не зря останавливаемся очень много на анализе, подводим о том, что технологические уклады, их смена – это естественный процесс, так же, как смена времен года. И, соответственно, прогресс и цивилизацию ее остановить невозможно. Ее нельзя направить вспять, ее нельзя остановить, ее нельзя замедлить. Она идет своим чередом. И, как вы видите, этот технологический прогресс, он все ускоряется и ускоряется. Если до первого уклада определенные технологии внедрялись столетиями на всей Земле, то есть где-то возникло и потом столетиями распространялось, то, как вы видите, уже последние годы технологии развиваются просто молниеносно. И мы видим уже, насколько, с какой быстротой меняется сегодня уже поколение, то есть поколение телефонов, ноутбуков, автомобилей и так далее. Когда сегодня пятилетний автомобиль – это уже устаревшая техника, потому что новая входит с новыми свойствами, с новой электроникой, с новыми возможностями и так далее, и так далее. Нового поколения телевизора, нового поколения стиральной машины, которые уже разговаривают, делают сами все, так сказать, это. Я до сих пор, когда со мной стиральная машина разговаривает, я аж, так сказать, это, меня несколько, так сказать, взрагивает. Потому что когда можно было ставить в нашем детстве, что мы будем разговаривать с стиральной машиной. А у меня жена сегодня уже разговаривает даже с этой самой, с пароваркой, которая на столе стоит, та и уже сама говорит, что делать и как делать и так далее. То есть это, друзья, веление нашего времени. Скоро мы вообще уже будем разговаривать, не то что со своей машиной, с холодильником, а уже со всем чем угодно. И это, друзья, наше время, веление времени, когда управление с голосом идет электроникой, которую мы сегодня пользуемся. Какое-то время назад это казалось несбыточно. Сегодня это все ускоряется, ускоряется и ускоряется. И, соответственно, опять же, очень много вопросов звучит, особенно сейчас, при пересечении границ. А как же будут при транснете, когда можно будет перемещаться, как будут границы? На что я отвечаю всегда вопрос. Друзья, представьте интернет, и как сегодня у интернета стоят границы. Практически никак. Точно так же мир меняется настолько, то есть видите, транснет, я всегда показываю, мы объединяем мир. То есть транснет, возникновение системы, он так же изменит границы, как изменил интернет. И это абсолютно естественно, это абсолютно правильно. Потому что зачастую к той конфронтации или к тем проблемам, в которых мы сейчас живем, они, друзья, надуманные. Они все созданы искусственно. Они идут из того, что кто-то хочет жить за счет других. И там вот эта логика золотого миллиарда, который сегодня... Вот я сейчас кину еще одну статью. Анализ, мы очень много ссылаемся тоже на наших партнеров, с кем мы взаимодействуем. Это аналитический институт Маккензи. Он тоже показывает, что в ближайшие 10 лет 2,5 миллиарда человек войдут в средний класс. То есть они будут больше потреблять, у них будут появиться возможности сотовой связи и так далее. И для этого нужны новые ресурсы, для этого нужна новая экономика. И как раз это может обеспечить только новая транспортная инфраструктура. И как раз в инфраструктуру, по оценкам Маккензи, за ближайшие 10 лет будет инвестирование более 47 триллионов долларов. Это, чтобы было понятно, это сегодня практически вся мировая экономика. Так вот, за 10 лет будет инвестирована инфраструктура. То есть и в транспортную, и в энергетическую, и в коммуникационную. Так вот, друзья, это инфраструктура, то, что мы с вами сегодня и создаем. И это то, как раз это увязывается, без чего не может развиваться сегодня Дальний Восток. То есть, опять же, я когда смотрю на вот эти проекты развития Дальнего Востока без транснета, это все равно, что Глазев видел развитие дальнейшей экономики России без мобильной связи, без интернета. Как можно сегодня представить развитие современного мира без информационных технологий? Это уже будет другое развитие, это будет другое производство, это будет прошлый век, прошлый уклад. Точно так же и сейчас, как можно рассматривать развитие Дальнего Востока без современной инфраструктуры, без транспорта второго уровня, без транснета. То есть, тот, кто это делает, друзья, они занимаются не своим делом, они занимаются ерундой. Это все равно, кто занимается в 90-м году планированием развития проводных сетей по всей стране. И говорит, что, ребята, через 10 лет у нас будет столько-то миллионов километров проводов, через столько-то будет столько, в 10 раз больше. Прошло время, и нет сегодня никаких проводов. Нет сегодня оптиковолокно, только прокладывают для высокоскоростных, соответственно, линий интернета. А проводов сегодня нет, никому сегодня в голову не приходит ставить релейные станции. Помните, это, алло, девушка там, ячейники перекрутки, как сказать, еще это, друзья, старая технология. Она сегодня в новом укладе никому не нужна. Но при этом сегодня у каждого в кармане телефона, иногда по два и по три. И мы сегодня все этим пользуемся и не таскаем с собой эти проводные телефоны, которые были у нас в начале 90-х. То есть, это точно так же и сегодня. Я почему постоянно эту аналогию провожу. Тот, кто сегодня планирует развитие Сибири и Дальнего Востока с помощью РЖД, старой железной дороги, с помощью этого, друзья, это те, кто пытается протащить эти провода начала 90-х годов. То есть, нет, не будет. И мы им сегодня должны сказать, друзья, вы занимаетесь ерундой. Будет интернет, мобильный интернет, который придет к каждому и будет передаваться количество информации, несоизмеримой с тем, что вы передаете. Точно так же, друзья, транснет придет в каждый населенный пункт, в каждый дом Дальнего Востока. И это будет совсем другая экономика, совсем другая цивилизация. Так вот, вы лучше займитесь изучением, поймите, что это такое, а потом предлагайте какие-то свои сценарии. А не кидайтесь сегодня со своими, я бы так сказал, старыми проводами, старыми технологиями в наше будущее. То есть, понимаете, да? Они сегодня, сидя на тех технологиях, они сегодня, сидя в том укладе, пытаются нам показать и рассказать о том, как будет стратегически развиваться это. Это просто выглядит смешно. Я сегодня уже употреблял одно, это очень серьезное высказывание, это когда слепой пытается вести слепых. И говорит, что ребята, я знаю, куда вам показать. Так вот, друзья, их место там, где оно должно быть. А мы с вами, они динозавры, абсолютно друзья, так сказать, это самое. Поэтому здесь, опять же, с чего мы, друзья, будем начинать и заканчивать, и наша задача, и наша цель, и наших встреч на вебинарах, и наших всех конференций. А у меня что-то в последнее время намечается большое количество личных конференций. Я буду и в Риге 20, там, по-моему, 6-го, и 11-го буду в Красноярске. Вот, потом 25-го мы будем здесь, в Москве, и на ноябрь у нас тоже большое количество конференций. Мы сознательно на это идем, потому что, друзья, эту информацию надо доносить, ее надо, как бы, там подтверждать, чтобы вы четко были в этом уверены, потому что все, что мы дальше делаем, зависит только от нас. Если мы с вами не понесем эту информацию дальше, если мы с вами не будем расширять количество партнеров в нашей программе, если мы не будем финансировать сегодня строительство в Марьиной Горке, друзья, это так и может все остаться утопией, это так и может все остаться на уровне зачатков, и никуда это не выйдет ни в демонстрацию, ни в работу. Поэтому наша ответственность сегодня очень большая, и мы вводим сегодня такое понятие, как ответственный инвестор. То есть, если вы верите в проект, если вы участвуете в проекте, если вы хотите, чтобы это было реализовано и быть к этому причастными, давайте возьмем за правилом мы все директора, это вводим мы все инвесторы, которые активно вводим, давайте каждый месяц, неважно, какую сумму вы для себя определите, 5, 10, 15, 20 долларов, фунтов, неважно. Потому что этот потоп при 150 тысячах человек, который есть, а мы будем постоянно увеличиваться, я думаю, к концу года, мы как минимум двоимся, скорее всего подойдем к полмиллионам. Так вот, друзья, даже 10 долларов, если каждый будет инвестировать каждый месяц, друзья, это уже серьезные суммы, которые позволяют строить и делать, и двигаться каждый день. А мы сейчас с вами находимся в той стадии, что вся работа конструкторского бюро, вся продвижение работы целиком и полностью зависит только от нас, только от нас с вами. Вот как мы с вами работаем, как мы с вами, соответственно, продвигаем проект, привлекаем новых участников, соответственно, так идет и строительство. Если мы с вами прекращаем это делать, значит, программа останавливается. Поэтому мы с вами не можем это допустить, и мы, соответственно, даже не должны рассматривать такие вопросы. Так, в сентябре мы увидим мультикабинет. Да, скорее всего, мы увидим, во всяком случае, наши программисты об этом говорят, что и новый маркетинг, и новый кабинет, он уже сейчас тестируется. К сожалению, это чуть больше, чем предполагалось, но не такой простой момент. То есть я думаю, что во всяком случае, к форуму, который будет, и когда мы с вами приедем, мы уже точно будем все на новом кабинете, и точно все будем уже на новом маркетинге. Это я могу сказать 100%. Ну а конкретно, да, там, здесь уже, так, здесь ждем всех в Риге. Да, обязательно до встречи в Риге. То есть будем, так сказать, двигаться дальше. И как раз в Риге мы будем рассматривать ряд еще и адсных проектов уже с конкретными инвесторами, которые будут уже рассматривать и делать, и предлагать свои решения там для продвижения проекта. Ну вот, друзья, на этом я благодарю, что вы с нами. Вот, с Армандом Мунатевичером еще один вебинар в 20 часов. Вот, я очень рад, что он согласился и проводит со мной, как бы, вот, вместо Леши. Вот, хотя я думаю, что со временем и в следующую среду Леша уже вернется и будет в строю с нами. Вот, я думаю, что мы, может быть, даже будем пока некоторое время вести втроем, потому что есть определенная часть каждого, у которой есть что сказать. И, соответственно, такой подачи информации, на наш взгляд, я думаю, более интересна. Вот. Все, друзья, спасибо за то, что вы были с нами. Давайте двигаться, давайте, несмотря на... То есть здесь уже вот эту экономическую бурю и нефть, которая там уже колеблется за то 48, то 46, мы это даже сейчас не анализируем, потому что аналитики ждут на этой неделе, на следующем, ближе к 40. Может быть, даже ниже 40. И, к сожалению, этот процесс сегодня не обратим. Вот, соответственно, те сложности, которые будут с этим в нашем правительстве, мы это тоже видим, потому что сейчас все решения, которые идут, показывают, что не готовы эти бойцы к такому развитию событий. И, соответственно, сценарий, который сегодня делается и анализируется, он кардинально отличается от того, что мы бы хотели увидеть или мы хотим предложить. Вот, поэтому, друзья, движемся, делаем. И это тот редкий случай, когда строй Skyway, спасая Россию, это перестает быть пустыми словами, а это становится реально руководством к действию. И не только для нас, тех, кто является партнерами и акционерами программы Skyway, а это становится вообще для всех, кто сегодня смотрит, следит и хочет видеть, чтобы его будущее зависело не от котировок на нефть, а зависело от реальной экономики, от реального управления, от реальной страны, которая может обеспечить жизнь там нас с вами. Друзья, давайте на этом мы с вами будем заканчивать. Всего доброго. До вечера, кто будет с нами на вечернем вебинаре. А для остальных, друзья, несите информацию. Прикайте новых людей, которые сегодня приходят, потому что то, что мы с вами делаем, зазорного здесь ничего нет. Стыдиться мне и каждому из вас абсолютно нечем. Всех нас, друзья, уравнивает только строительство в поле, только полигон, и, соответственно, только демонстрация тех технологий, которые нарабатывались десятилетиями, а сегодня они начинают реализовываться. И следующий момент – это их внедрение. И как раз следующим шагом, которым мы с вами все будем заниматься, это внедрением и продвижением дальше технологий, капитализации, привлечения инвесторов уже в конкретные проекты и строительство конкретных проектов. Все, друзья, желаю вам всего самого лучшего. До свидания. Стройская.